Паразиты. Поговорим о их адаптациях, какие они бывают, и преимущественно, конечно, я коснусь тех паразитов, которые опасны для человека. У них некое практическое значение. Изначально, откуда происходит слово паразит? Паразит – это тот человек, который в Древней Греции занимался тем, что он доедал пищу. Также у него была очень важная функция, как пробовать пищу. Потому что известно было, что всех правителей друг друга травили очень часто, поэтому был специальный человек, который пробовал пищу. Его называли паразитом. Позднее стали люди, которые просто приглашали на какие-то пиршества, которые в конце доедали большую часть еды. Сейчас мы употребляем часто паразитом за какие-то животные, которые, как мы называем, паразитируют других животных. Что это значит, паразитизм? Я хочу для вас ввести два понятия, как паразитизм и симбиоз. В своей прошлой лекции я очень часто говорила про симбиотов, и я хочу раскрыть это понятие для вас и объяснить, чем оно отличается от паразитизма. Почему часто говорят, что паразитизм – это вариант симбиоза. Что такое симбиоз? Это сожительство двух организмов, которые друг к другу не относятся, они не близки таксономически, то есть это абсолютно разные группы, относящиеся к разным типам животных. Черви с моллюсками, моллюсками с непростейшими, человек с непростейшими, круглыми, плоскими червями, они с самыми разными. То есть родственные не связаны между собой. И вот они умеют сожительствовать между собой. И у них есть разные типы взаимоотношений между собой. Бывают взаимовыгодные взаимоотношения, бывают невзаимовыгодные взаимоотношения. И выделяют три типа сожительства, то есть три типа симбиозов. Один из них – коммерциализм. Это два организма, которые живут друг в друге, но они не приносят никакой выгоды друг другу. И никакого бреда они тоже не приносят. Ну, не знаю, например, если взять даже дятла, которая строит дупло в деревьях, дерево живое, организм, организм. Дятел организм, организм, существуют вместе, но при этом никакого отношения они друг другу не обнеют. Паразитизм – это тот вариант сожительства, где происходит следующее взаимоотношение. Паразит наносит вред своему хозяину, а хозяин ему, наоборот, дает некие блага. Он его укрывает, предоставляет место для жилья и так далее. То есть получается такое противоположное взаимоотношение, где один дает какую-то пользу, какие-то преимущества, а другой наносит ему вред. И есть сожительства, которые взаимовыгодные, двусторонние взаимоотношения, они называются мутуалистическими отношениями или мутуализмом. Другой есть положительные преимущества от того, что они существуют вместе. Например, на прошлой лекции я рассказывала про червей, которые существуют за счет симбиотических бактерий. Вот это тот самый вариант мутуализма. И на самом деле очень трудно иногда выделить какую-то разницу между паразитизмом, между тем случаем, когда кто-то наносит мутури, и между другими вариантами сожительства. Например, очень часто не могут ученые понять. Вот, например, как есть круглый червь, анкилостома, она питается кровью. Существует она в кишечнике, либо в разных позвоночных животных. Часто страдают кошки, собаки, человек в том числе может зародиться ей. Существует она в кишечнике. Вот у нее есть специальные зубчики, пластинки такие в ее ротовом отверстии, в котором она закрепляется за стенку кишки, крепко прикрепляется к этой стенке, и может, она питается кровью. И, в принципе, ее питание, оно может быть длительным, и она может, если человек имеет ослабленный организм, то в конце этого паразитизма, в конце ее вот этого сожительства, человек может, в принципе, и умереть. И человек, или там домашнее животное. То есть в чем разница между тем, что паразит просто живет, он живет в организме, и, в принципе, ему нужно, чтобы этот организм существовал долго. Ему не нужно, чтобы этот организм умирал. Ему нужно как раз, чтобы он как можно дольше жил, воспроизводил себе подобным, и он дальше мог его зародить и дальше в нем существовать. И представьте себе другой случай, когда, ну, крайний случай, это хищничество, например, когда организм поедает другого, он его съедает, и за счет этого просто выживает. Вот с этим примером, который я привожу, очень сложно сказать точно, что это, да, паразит, он существует, он пользуется благами хозяина, но при этом он может в каких-то условиях его и убить. То есть это такая грань между паразитизмом и хищничеством. В целом можно определить паразитизм как такое понятие, традиционно сложившаяся форма антагонистического симбиоза. Антагонизм — это когда противоположное качество сожительства между двумя организмами. Причем организмы обязательно чаще всего токсономически разные, и при этом сожительство происходит питание за счет одного, за счет другого организма. Паразит наносит вред этому другому организму, причем самой разной тяжести. Может быть, даже дилетальные исходы. И этот паразит использует хозяина в качестве среды обитания. И он перекладывает на хозяина регуляцию своих метаболических взаимоотношений с внешней средой. Сам паразит не может никак противостоять факторам внешней среды. Он использует хозяйский организм для того, чтобы, во-первых, как-то можно было его переносить в пространство, транспортироваться. И также против высыхания, против солнца и против разных металлических воздействий окружающей среды. И давайте перейдем сразу же к критериям паразитизма. Выделяю четыре трофические критерия, которые относятся к питанию. То есть паразит полностью питается за счет хозяина. Есть патогенетический, то есть паразит приносит вред хозяину. Какой-либо вред может вызывать заболевание, может быть, какой-то летальный исход. Симбологические критерии – это, значит, паразит живет внутри, внутри хозяина, и находятся непосредственно с ним связи. И экологические критерии паразитизма, то есть происходит взаимодействие между паразитом и хозяином. То есть это взаимодействие, оно потребовано как взаимодействие паразитой и со хозяйской средой. Это четыре критерия, по которым вы всегда определите, данный вид сожительства является паразитизмом или нет. И давайте подумаем о том, что дает хозяин, организм, тому паразиту, который в нем существует. Что это за среда питания? Какая она должна быть желательна? Как паразит приспосабливается к этой среде? Больно много параметров должно быть у этого организма. Во-первых, в этом организме его хорошо использовать как среду питания, потому что там постоянство среды. Вы знаете, что у человека, у многих позвоночных животных, у него поддерживается гомеостаз, то есть постоянство внутренней среды. У него постоянный pH, то есть кислотность постоянная, постоянная температура. В общем, полностью все физические и химические факторы постоянные. Там хорошо и тепло, поэтому он там живет. Но, например, у позвоночных животных, у многих них есть иммунная система, которая умеет противостоять любому чужеробному объекту, который попадает в его организм. И хозяин имеет множество приспособлений, чтобы как-то противостоять паразиту. Конечно же, он сражается, условно говоря, он сражается с своим паразитом. И у паразита есть различные приспособления, например, покровы какие-то специальные. Он на них делает свои покровы, но очень прочные, устойчивые любым иммунным реакциям со стороны хозяина. В целом, поскольку хозяин – это организм, живой организм, он постоянно питается сам, потому что ему нужно как-то поддерживать свое существование. Поэтому он всегда питается, поэтому паразиту очень хорошо там жить, поскольку всегда есть пища, всегда есть чем питаться. Поэтому паразиту невыгодно никогда убивать своего хозяина. Организм, в котором живет паразит, он растет со временем жизни. Паразитизм никогда встречается только в взрослых организмах. Может быть, паразитизм на каких-то личиночных стадиях или стадиях развития каких-то хозяйских организмов. То есть, в принципе, вот эта среда, допустим, если хозяйский организм растет, он становится больше. Соответственно, и тот орган, или полость тела, или клетки становятся крупнее. И паразит, он может размножаться, он может использовать этот объем, увеличивающийся постепенно, он может его занимать все больше и больше. Также польза от этого организма, который хозяйский, то, что он может размножаться, он может увеличиваться в количестве. И это тоже нужно для паразита, чтобы была возможность также размножиться и передаться другому организму, поддержать свою собственную популяцию. Понятие дискретность во времени, в пространстве я чуть позже буду очень подробно объяснять на разных примерах. Но расскажу, что действительно организм хозяина, он очень дискретен. Это изолированная среда. И проблема для организма найти эту среду и в нее попасть. Это не вода, в которую можно в любой момент прийти. Это организм, который всегда будет пытаться как-то избежать того, чтобы в нее попал кто-то другой. Хозяин может активно передвигаться, тем самым может распространять. Он может передвигаться, ну если взять человек, он может путешествовать с юга на север. Таким образом возникают какие-то эпидемиологические районы новые, не только на южных частях света, но и северных частях света. И очень такое понятие, как полиморфизм. Хозяин нам постараюсь вам объяснить. Дея в том, что каждый сам в себе организм хозяйский, у нее есть постоянство своей среды. Но при этом, если взять разных хозяев, у них эта среда разная. Допустим, если взять морской организм и пресноводный организм, у них внутри будет сконцентрация солей разная. Соответственно, паразиты, которые обитают в пресноводных видах, они не смогут паразитировать морских видов. Или наоборот, то есть паразиты, они осваивают любые среды обитания как можно разнообразные. Ну и буду в этом понять, как дискретности среды, то есть организм хозяина дискретен и проблема в него как-то попасть. Паразиты периодически меняют своих хозяев. Бывает так, что в жизненном цикле, если не бывает, а как и есть, всегда происходит смена хозяев. Что когда-нибудь хозяин умрет, но умрет, он не за паразит, но потому что от старения он умрет, это, к сожалению, такой факт. Поэтому паразиту нужно когда-нибудь попасть нового хозяина. И этот переход осуществляется совершенно по-разному. Во-первых, бывают переходы через внешнюю среду. То есть идет смена хозяина через среду или смена хозяина через среду. В жизненном цикле паразитов, паразит он умеет толпы, большие литератные циклы, которые сменяются в разные стадии. И стадии этого паразита могут обитать в разных хозяинах. Допустим, хозяин сначала может быть какой-нибудь маленький рачок. А как попасть в другой организм? Допустим, тот другой организм, который является другим хозяином, съедает первого. То есть, допустим, какая-нибудь рыба, она кормится рачками. Съедая рачка, она заражается этим паразитом. Или, например, если взять организмы хозяев, например, как хищник и жертва. Допустим, какие-нибудь хищные позвоночные, кошки, собаки, они питаются козами травоядными животными, козами, коровыми, например. И тоже осуществляется таким образом переход паразитов от травоядного к хищнику через питание хозяев друг к другу. Также встречается и каннибализм среди хозяев. Например, это встречается у свиньей. Есть тельхенелла, такой круглый чел. Червь, свинь, они известны, что они паразиты, что они поедают себе воду. Попают очень разные примеры, более специфические. Например, происходит передача паразитов через яйцо, через половые продукты. То есть организм, хозяин, он передает паразитов в свои продукты, которые потом сливаются с спинтозоидом и образуются новые организмы. Есть передача, она называется по-уму, метроутриимная или плацентарная. То есть, допустим, переход от материнского организма в плоду. Есть такая паразит, простейшая токсокара, которая так вот передается, по-уму они называются. Потому что паразиты, они приспособились использовать различные поведенческие особенности хозяев. А еще иногда они умеют изменять поведение хозяина. И вот я перечислила несколько, которые входят в большое понятие дискретности среды, в хозяин организм. Хозяйский организм, он является дискретным для паразитов. Они по-разному переходят, по-разному, по-разному попадают в хозяина. И вот сейчас я переведу для каждого из этих вариантов попадания разные примеры. Ну, например, есть такие простейшие, все вы знаете амёбы, все вы слышали об амёбе. Есть протеинная амёба, она совершенно безобидная, очень красивая, очень приятно образует свои ложноножки, на нее красиво наблюдать. Посреди амёб есть паразитические амёбы, такие как аканта-амёбы и неглерия-фаулерия. Неглерия-фаулерия еще знают как амёба, пожирающая мозг. Амёба и неглерия, они влетают в разных пресноводных водоемов, именно пресноводных, и в целом они не патогенны, они не опасны. Но при повышении температуры в этих пресноводных водоемах, например, этот водоем может стать каким-нибудь очистителем водоема от теплостанции, например, и там повышается резко температура, и тогда появляются среди этих амёб паразитические штаммы, патогенные штаммы, которые могут заразить человека и вызывать различные заболевания, в зависимости от вида. И человек, например, в случае аканта-амёбы, он заражается аканта-амёбой, просто поглатив её, эту аканта-амёбу, через рот. Он поглатывает, и дальше аканта-амёба проникает в его нервную систему и вызывает различный воспалительный процесс, например. Неглерия может попасть также в организм хозяина через пресную воду, но происходит заболевание только при вдыхании этого паразита. То есть если вы выпьете стакан с неглерией, то вам ничего не произойдёт, но если вы её вдохнёте, она через слизистую вашу носоглотку проникает в нервную систему и дальше проникает в мозг, вызывает воспаление. И если запустить этот случай, то это будет и летальный исход. Теперь вариант. Я продолжаю рассказывать о том, как происходит заражение через внешнюю среду. Вот есть ещё такая человеческая аскорида, все её знают. Аскорида — это круглые черви. Ну, самое простейшее понятие круглых червей, как это легко определить, потому что они на поперечнице очень круглые. Но это очень такое, очень условное понятие, конечно. Сейчас мы не будем об этом говорить. В целом аскориды распространены, они считаются космобиотичными, встречаются как в умеренных широтах, как и в широтах с тёплым климатом. Довольно крупные, толстые организмы. Самцы могут достигать 20 сантиметров, самки могут быть до 40 сантиметров. И в целом они обитают в почве и, в принципе, они не опасны. Они оставляют яйца, которые очень сильно живущие. Самая опасность в том, что аскориды человеческие, они очень жизнеспособные яйца. И учёные, нареканские учёные, проводили исследование, где же можно встретить эти яйца. И оказалось, что яйца аскориды находятся где угодно, везде. Они на деньгах, в пыли, на столах, вот вообще везде. И они остаются жизнеспособными довольно длительное время. Они могут до 10 лет сохранять жизнеспособность. Очень 20 лет, я не знаю. И это большая проблема, конечно. Но как происходит у них заражение? Заражение они, может быть, как угодно, допустим, с немытыми овощами. Ну, в общем, как я сказала вам, даже если вы деньги потрогали, потом случайно не помыли руки во время еды, можете зародиться этими яйцами. Впадают они через рот. И дальше в организме человека происходит несколько смен жилья на стадии. Из яйца выходит личинка. Личинка, в принципе, она тоже челячиноподобная. И в целом у всех круглочеребных 4 личночные стадии. Они должны сменять друг друга. При этом смена этих личночных стадий зависит еще от того, в каком органе они находятся. Очень такой интересный процесс. Он очень неприятный, но я вам расскажу, потому что это очень необычно. Дело в том, что первые 2 личночные стадии, вы сначала проглаживаете яйца, и первые 2 личночные стадии, которые сменяют друг друга, они находятся в кишечнике. Чтобы прошли дальнейшие метаморфозы по следующей стадии, то должно произойти самозаражение. Самозаражение приходит таким вот образом. Человек просто на какой-то момент чувствует тошноту, рвоту. Он отхаркивает. И дальше это самозаражение происходит. Сначала черви из кишечника попадают в кровь. Они проправливают стенку кишки. Попадает в кровь. С кровью разносится по организму, попадает в лёгкое. Из лёгких по трахеям переходят в бронхиолы, потом в бронхи. И что происходит? Человек чувствует что-то в бронхах, и первая рефлексная рефлексия — это отхаркнуть её. Он отхаркивает, и дальше через ротовую полость червь, личинка червя, попадает из трахеи, попадает в пищеварительную систему. Дальше он опять самозаражает кишку, самозаражает этот организм и распространяется в кишечнике. И дальнейшее распространение червя происходит теми же яйцами. Яйца, которые образуются в ходе облудворения в кишке, они выбрасываются с фекалиями наружу, и дальше опять эти фекалии разносятся где угодно, и дальше человек может зародиться, опять появляются пяти яйца. Вот такой жизненный цигл, самозаражение. Есть разные примеры животных. Давайте вот этот очень интересный пример, который для... Он очень... Нужно знать всем, кто обитает в России, конечно же, потому что у нас в регионах Аби-Ртыша, это действительно серьёзная проблема. Сейчас объясню почему. Значит, сейчас я буду говорить о том случае, когда происходит смена различных хозяев, которые имеют разную... разную цепь питания. Вот, например, кошачья двууска, это уже не круглый червь, это плоский червь. Другие черви, другой тип организмов. Кошачья двууска, она интересна тем, что в норме какой у неё жизненный цикл. У неё есть личинки мироцидии, они плавают в воде, и они проникают сначала в моллюсков. Дальше этим моллюсками питается рыба, как хищник, и может заразиться через питание этими паразитами. И дальше рыба питается кошки, кошачьи, и таким образом заражается. И потом уже в кошачьих взрослых лосоке размножается, и выбрасывается наружу фекалии вместе с яйцами. И дальше эти яйца опять попадают в лобовную среду, их съедает моллюск, и жизненный цикл завершается, зацикливается. Но рыбу также может съесть человек. И вот я сказала, это два региона, это шеопио, потому что там люди питаются сырой рыбой. Они делают строганин, они замораживают рыбу, и делают строганин, но ее едят. В целом это очень вкусно, но есть меры предосторожности. Время известно, чтобы не заразиться, нужно проморозить рыбу, достаточно проморозить, чтобы потом в дальнейшем убить паразиты и не заразиться. И считается, что промораживание должно достигать минус 20 в течение нескольких дней. Обычно, при этом это строгое правило, минус 20, если вы проморозите до минус 18, этого будет недостаточно. Паразит останется существовать, он не умрет, и человек может опять заразиться. Также я вам рассказывала про то, как еще один вариант дискретности, когда паразит переходит из одного хозяина в другую, благодаря тому, что хозяин является не хищником и питается жертва, а организм передается себе подобного. Например, это происходит у грызунок, у крыс, о них неизвестен по мимолизме, среди свиней. Такой червяк есть, трихинелла, называют трихинеллез. Вообще, это очень космополитическое заболевание, оно распространено повсеместно, вызывается оно круглым червем, гуматодой. И здесь происходит смена таких вот, есть в жизненном цикле покоящейся стадии. Здесь показана покоящаяся стадия, то есть личинка паразита может проникать в мышцы, и также там она покрывается спитополочкой, которая содержит известь. И эта стадия довольно может быть длительная и сохраняться долгое время. И эта стадия находится в мышцах. В принципе, если будет один паразит, то это не страшно, это незаметно для хозяина. Но если это будет несколько вот таких вот цист, такая вот стадия покоящаяся с оболочкой, называется цистами. Вот если будет таких цист очень много, то они уже вызывают довольно сильные боли в мышцах, и яйца начинает уже страдать. Чувствует и страдает. Соответственно, заразиться таким мясом с цистами очень просто. Если вы их не прожарите достаточно образом, например, свинину водопривдите, можете, если вы готовите как-то некачественно, то можно заразиться вот этими цистами. И вот интересная да, еще вот интересный вариант передачи через уретру, то есть через концентарный способ передачи. В целом, давайте перейдем к следующему. Есть еще также варианты приспособления паразита к каким-то поведенческим особенностям хозяина. Ну, вот есть такие жгутиконосцы, здесь показаны картинки, это одноклеточный организм, у которых огромное количество жгутиков есть. Они часто встречаются в кишечной системе многих насекомых, наверное, таких термитов, вы наверняка знаете, что это термиты, они поедают дровесину. Сами они ее не переваривают, они переваривают ее за счет этих жгутиконосцев гипермистигии. Экторы могут переходить не мотулистическим отношениям, а уже к паразитическим. Они встречаются у клей, показываю как раз, да, и как происходит передача одного паразита к другому, благодаря тому, что три выделяют некие секретарные капельки и слизывая эти капельки незараженный особь может заразиться. В капелях они выделяют эти паразиты. Есть еще очень интересные варианты изменения поведения хозяев. Например, я бы хотела начать с такого варианта, который вызывается нестовидной двуусткой. Двуусткой это сосальщик, относится к плоским шервя. У него происходит смена трех хозяев. У него есть травоядная, которая является окончательным хозяином, и есть два промежуточных хозяина. Есть моллюски, гастроподы, и муравьи. Во-первых, я скажу здесь, что у всех двууст, как раз мы уже, я упоминаю, не первую двуустку, а у меня была еще кошачья двуустка, то там тоже был моллюск, брюхоногий, и это вообще очень хорошая особенность специфичности двуусток всех сосальщиков, что у них всегда в жизненном цикле есть промежуточный хозяин, который является брюхоногий моллюск. Это всегда у нас. То есть они вот так пособились друг к другу. Хорошо. И еще один момент, который я здесь хочу сказать, о котором я уже начала говорить. Слово окончательный хозяин и промежуточный хозяин. Это очень большая разница. Различается тем, что в окончательном хозяине прозит в промежуточном хозяинам полового размножения не происходит. Он может размножаться только как-то вегетативно или протонометически. По-разному может размножаться, но главное не половым путем. То есть половое путем размножения, когда две разные особи разного пола, самец и самка находят друг друга, перекрестно оплодотворяют, и у них образуются половые продукты, которые сливаются, образуют оплодотворенное яйцо, которое часто с фекалиями или каким-либо другим способом выносится наружу. Перенемся к лысовидной двугуски. Начнем с момента, когда яйца попадают в моллюска. Яйца выбрасываются через перифарительную систему, через анус. Происходит следующим образом, просто моллюска продвигается, оставляет некие комки слизи и в них откладывают эти яйца. Отложив эти небольшие комки, муравей. Не просто муравей, которые фуражир, он занимается тем, что он запасает еду для своих собратьев, которые существуют в муравейнике. Это такие фуражиры-муравьи, они собирают еду. А вот он собирает еду, собирают эти комки слизистые, в которых содержатся паразиты, и тащат их в свою муравейник. И, собственно говоря, там дальше происходит питание этими комками, этими паразитами, которые проникают внутрь муравья. И дальше они начинают развиваться в муравье, и среди них всех, среди этих множеств циркарий, которые содержатся в муравье, они просто размножаются, дают себе подобных. Но одна из себе подобных дают и образуют некие цисты, которые готовы заразить другого хозяина. Но при этом одна из них не инцестируется, одна из этих циркарий остается не инцестированной и ползет в мозг муравья. Заползая в мозг муравья, она меняет его поведение, и ночью, когда муравьи должны спать нормальный, этот муравей выползает из муравейника, забирается на какую-нибудь травинку, дальше челюстями закрепляется на этой травинке, свисает с этой травинки и ждет до тех пор, пока какой-то военный животный, овца, корова не съест эту травинку вместе с муравьем. И тем самым происходит передача паразита и травоядное будет зажажено этими цистами которые хранились и готовы для последующей передачи к окончательному хозяину. Дальше в окончательном хозяине уже существуют взрослые организмы, он называется маритой, который похож на плоского червя, нормального стадия плоского червя. Но этими муравьями также могут заразиться и люди. Они могут совершенно спокойно просто не помыть овощей. То есть травинка же может быть разная и даже с овощами можно заразиться многотип в муравьем. Это уже такая проблема. Еще из вариантов передачи. Как происходит передача из одного хозяина к другой например при механическом контакте. Все вы слышали про старовика плазмодия, которую называют малярию. И передача паразита происходит через укус комара человека. У этого паразита есть два хозяина. Одним из них является позвоночное животное. Это может быть млекопитающее, птица и человек в том числе. Другой паразит это всегда кровососущие комары различных родов. конкретно плазмодиум вивекс паразитир его промежуточным хозяином является именно плазмодиум комары рода анофилис. Обычно это такие паразиты существуют в различных тропических районах. Комар который в слюных железах есть паразит он кусает человека кусает плазмодиум если он отпьет его кровь и с этой слюной в которой содержится паразит он передает в том момент когда он пьет кровь человек он передает этих паразитов паразиты попадают сначала в кровь и через кровоток попадают в печень в принципе в печени начинают вознажаться множество раз они это делают множество ранок и заражается большее количество клеток печени этот период довольно долгий до месяца например дальше в какой-то момент когда видимо не остается здоровых клеток печени паразит выходит из них и переходит в кровь приходит в клетки крови специальные клетки крови которые называются эритроцитами вы знаете это клетки которые переносят внутри себя содержит специальный белок называется гемоглобин и этот гемоглобин переносит кислород это очень важные клетки для человека и вот в этих клетках паразит осваивает очень хорошо потому что он питается этим гемоглобином и паразит начинает он забирается внутрь каждого эритроцита и внутри него еда гемоглобин и в какой-то момент разможешься очень сильно разможешься из клетки паразит выходит из клетки в кровь при этом что самое интересное что выход паразитов из клеток в кровь происходит синхронно представьте здесь на картиналх схеме нарисована допустим одна осень которая заразила одну клетку в действительности это тысяча простейшая тысяча клеток выходит из эритроцита они при этом в кровь попадают не только сами паразиты но и продукты метаболизма продукты переваривания гемоглобина и человек если это человек он ощущает очень сильные ознобы повышается температурой и его лихорадит очень сильно в данный момент и вот эти раунды заражения новых клеток происходят довольно часто не могут происходить раз в три дня либо раз в четыре дня поэтому бывают лихорадки трехдневная лихорадка четырехдневная лихорадка разделяет причем это видоспецифично каждый вид в плазмозе он может иметь разный вызывать разные типы лихорадок также есть самый опасный вид плазмодия он вызывает лихорадки буквально каждые 24 сутки это наиболее организм человек очень сильно истощается от этого поэтому очень часто от этого плазмодия бывает с летальной сходе поэтому вот эти все лихорадочные основы которые человеческий организм защищает они являются признаками той самой малярии которой он заразился в какой-то момент паразиты считают что пора размножаться половым путем для этого они образуются в клетке предшественники половых клеток и окончательным хозяином у паразитов являются кровососущие комары то есть окончательный хозяин тот которым происходит оплотворение и половое размножение и вот эти предшественники они не могут дальше размножиться и дальше дать половые клетки пока они не попадут в среду комара в среду просущего насекомого и как происходит дальше заражение от человека к комару человек в какой-то момент при появлении множества этих предшественников половых клеток он ощущает что полегчало ему стало лучше он считает что он выздоровел он уходит на свежий воздух садится на сошку греется в этот момент подлетает комар и кусает и в этот момент заражается вот этими предшественник половых клеток клетки попав в комара они превращаются в велоценные половые клетки происходит оплотворение и дальше дальнейшее развитие паразита происходит в кишке комара образуется множество стадий этого паразита который потом скапливается в его свинных железах и потом комар опять кусает человека и опять его заражает вот здесь представлена схема с эритроцитами в которой внутри содержится плазмодий плазмодий это плазмодий и сапоровик плазмодий это простейшее одноклеточное существо и вы видите что у него организм тело клетки тело клетки вот у нем есть ядро есть какие-то вещества которые накапливаются в целом альвия это очень неприятная болезнь привела в том что я написала чтобы лучше воспринялись вызывая довольно ширное количество инфекций и примерно от 1 до 3 миллионов смертей в год зарегистрировано наибольшая частость где встречается малярия это Африка там случаев довольно много от 80 до 90% случаев причем чаще всего заражаются дети но дети понятно потому что это более ослабленные организмы иногда случается так что образуют какие-то вспышки из этой малярии и в северных районах почему так происходит что вся болезнь концентрируется в теплых странах это связано с тем что половые клетки которые размножаются в насекомых они могут только превратить в половые клетки полноценной возможностью только при определенной температуре температура должна быть выше 16 градусов как вы знаете в тропических странах постоянно тепло всегда и всегда выше 16 градусов в северных районах к сожалению я бы сказала к счастью Бердора чаще опускается намного ниже поэтому здесь в северных районах малярия не распространена хотя иногда когда человек путешествующий в тропических странах он привозит с собой этих паразитов и может возможно такие небольшие вспышки эпидемий наступать в северных районах теперь я хотела рассказать еще про такого одноклеточного организма споровик называется токсоплазма и передается у ритрины через плаценту и в основном он прорезитирует в кошачьих и кошачий является его окончательным хозяином где он активно размножается половым путем и цикл замыкается через промежуточных хозяин которым являются животные являющиеся объектами охоты кошачьей ну всякие разные травоядные птицы свиньи и паразит в природе может спокойно существовать в этих животных но для человека этот конец также очень опасен потому что он может случайно заразиться и в принципе у взрослого человека в целом если при каких-либо условиях возникают скопления вот этого паразита в лимфатических сосудах и образуется их избитие этих сосудов и в целом есть препараты которым можно лечиться и человек станет снова хорошо но самая опасность этой таксоплазмы заключается в том что если заражение произойдет у беременных женщин то есть у тех которые становятся будущими мамами вот происходит тогда заражение плодом и тогда уже с этим нужно конечно как-то бороться потому что что происходит если допустим если в семье есть коши на первом стадии они могут заразиться паразитом который образуют цисты они могут скапливаться на шерсти кошачьих либо могут быть в фекалии допустим если лоток с фекальными кошки меняется то может заразиться случайно паразитом одноклеточным и дальше полноклеточный попадает в кровь дальше должно быть в организму и через пациенту может попасть в плод в принципе на первых первой третьей беременности называется отторжение плода и он просто выбрасывается а на более поздних стадиях отторжения реже происходит но при этом паразит проникает в мозг и часто развивается гидроцефалия у плода и также откладывают различные соли кальция в общем ребеночек становится инвалидом если он родится и здесь небольшая картинка то как происходит проникновение этого паразита он паразит простейшее простейшее это что это одноклеточный организм и у него есть специальные орминоиды как он проникает и довольно сложные у него есть ему нужно попасть в другую клетку то есть ему надо пробить эту клетку и для этого форма тела паразита всеобразная она вытянутая и у него есть орган ханоид это состоит под микропробочек полуорган который делает передний конец паразита более прочным чтобы механически его более прочным можно было легко проткнуть клетку паразяина и также содержится множество микронемок железа выделяющие специальные ферменты которые визируют клетку паразяина таким образом проникает паразит в кровь и вот в этих споровиках в плазмодии есть такие органы есть таксоплазмы такие органы и в целом эти органы называются пекальным комплексом где встречаются паразиты какие органы они заражают практически все то что угодно они могут заразить на самом деле и по месту локализации по месту нахождения от паразита выделяют паразитов внутренними или эндопаразитами и внешними эктопаразитами ну внутренние паразиты и эндопаразиты они могут сейчас в властях органов кишке или в сосудах могут быть в тканях внутри крюклиц могут быть внутри клеток или могут быть просто внутри каких-то промехматозных органов. Начнем вот с эндопаразита, который обладает в полости. Есть такое вот жгутико-простейшее. Опять мы говорим о простейших, это такие подотвечные организмы. Вам известная лямблия. Это такой жгутико-носец. У него, посмотрите, плоское тело. У него есть жгутики. Есть две пары жгутиков, которые направлены вперед, и три пары направлены назад. И самое интересное, у него есть вот такая присоска. С помощью этой присоски паразит прикрепляется к стенке кишки. Внутри кишки он паразитирует. И он питается содержимым кишки и вызывает диарею, вызывает кровавые поносы. В общем, всяческие колиты и очень неприятные ощущения. Человеками очень легко может заразиться. Цисты, упаковившись в стадии, они называются цистами, я уже говорила. Это съев какую-то воду грязную, выпив, или съев какие-то продукты, вымытые грязные от этой воды. Также это полостные паразитами. Можно назвать таких круглых червей, как остриц. Есть множество разных остриц. И самое известное, которое имеет значение для человека, это детская острица. Дети, как известно, они тащат все в рот. И это как раз особенность и опасность для них. Конечно, что они ковыряют пыли, еще где-то в грязи, они могут на пальцах, под ногти случайно собрать этих паразитов. Дальше они все тащат в рот, сглатывают это. И яйца этого паразита обладают в кишечной системе, где сначала образуются личиночные стадии маленькие червячки. И дальше первая стадия, вторая стадия, я уже рассказывала про круглых, что у них есть 4 личиночных стадии, 4 червеподобных стадий. И некоторые червячки выползают из анального отверстия, из кишки выползают наружу. И они скапливаются вокруг этого анального отверстия. А дальше, как я говорила, червям нужно самозаражение, им опять нужно попасть в кишечную систему. Как это происходит? Дети, чувствуя, что что-то у них там ковыряется в районе анального отверстия, они руками начинают чесаться. Ну это нормальное ощущение, когда у вас что-то щекотит, вы чешетесь. В этом месте, значит, ребеночек чешется, а дальше, конечно же, он тянет и вот эти червячки у него западают под ногти, например, и сохраняются. Дальше ребенок сглатывает, съедает, он тащит пальцы в рот, сглатывает червей, и черви опять самозаражают организм. И попадают опять в кишку, дальше они развиваются в следующую стадию, в третьем поколении, потом в четвертом поколении. Дальше после этого образуются взрослые черви, образуются самцы и самки. Самки, как правило, крупнее самцов, происходит их умножение, образование яиц, и дальше с фекалием яйца бросаются наружу. И вот этим яйцем опять ребенок может заразиться. Вот такое заболевание, называемое астрицей. И это довольно частое явление, почти уверено, что все облазитории когда-либо имеют связь. Вот есть еще пример тоже полостного эндопаразитизма. Это редкий случай, но, вовы, бывает, и довольно опасный, потому что полостью тела является либо легочная артерия, либо сердце. И вызывает его такой, так называемый, сердечный червь, он относится к типу круглых червей, гематон. По латыни называется дирофилярия и митис. Произитирует он и в хищных млекметающих, чаще всего это какие-то псовые, также могут быть домашние собаки. И, как я сказала, они во взрослом стадии, они обитают в сердце, такие малые артерии. И вот, вы видите, здесь вот эти черви активно размноживаются. Они довольно крупные особи, и они очень активно размножаются, так что заполняют всю полость, всю полость органа. Ну и, как я говорила ранее, у круглых червей, у них есть несколько стадий, у них есть несколько леченичных стадий. И, чтобы пройти все эти стадии, и чтобы заразиться нового хозяина, для этого у них есть переносчики. У переносчиков являются кровососущие комары, такое семейство кулицида, которое кусает собаку, заражается этим леченком и переносит их на следующие. Есть еще вот такие очень приятные эндополосные организмы, которые прессируют в крови. Они называются кровяными двуустками. У нас сегодня уже были двуустки, помните, те, в которых всегда есть рухоногий молюст в жизненном цикле. Это крайне неприятные организмы. Чаще всего им болеют жители Юго-Восточной Азии. И особенно те, которые занимаются посадкой риса на рисовых полях. Сейчас расскажу почему. Этот организм имеет две особи. Они раздельно полы, и самки, и самцы. При этом они существуют вместе. Интересно, что взрослые паразиты, вот здесь представлена картинка самки и самца. Как вы видите, один червяк одного пола живет в другом черве. То есть более крупный червяк, самка, она образует некий такой вот желобок. Внутри этого желобка обитает маленький самец. Эти пары существуют в крови и прикрепляются к стенкам крови чаще всего в тех сосудах, которые омывают либо кишки, либо омывают мочевой пузырь. Вопрос аудитории. Кровеносная система – это замкнутая система. Это не кишка, у которой есть рот и анус, из которой родить может выйти. Вот крови – это замкнутая система. Как же можно выйти наружу и размножиться, попасть по новому малютику? Через лёгкие. Нет. Делать дырку. Хороший вариант. А чем делать дырку? Щупать. Половым путем. Ну что, половым путем. Ну что, нужно сразу в крови. Половым путем, за другие органы. Вот здесь вот нарисована картинка яиц. Яйца имеют оболочку, и оболочка имеет такой зубец, шип. Самец и самка размножаются внутри кровеносных сосудов, и дальше из них выходят яйца с этими шипами. Именно вот эти яйца с шипами, они прогуравливают стенку в сосуды, попадают в кишечную систему. Многие из вас это говорили. Действительно так происходит. Именно проделав дырочку, они попадают в кишку, либо в мочевой пузырь. И дальше, соответственно, эти системы органов имеют некое отверстие. Например, у мочевого пузыря есть выделенное отверстие. У кишечной системы есть анальное отверстие. В общем, происходит выброс яиц снаружи. И дальше, попав в водную среду, в водную среду попав, дальше из яиц выходят личинки, которые называются мирозидии. Они активно плавают. Они находят своего промежуточного хозяина. У всех глусток это моллюск. Тесничные личинки проникают через покрова моллюска. В нем активно размножаются. Проходят такие стадии спороцист и рейдии. Это такие стадии, которые умеют обназаться протемиетическим пультом. Это значит, что им не нужно роста противоположного пола. Они могут без плавого обнажения, без оплотворения размножаться и давать себе подобное. Множество образует множество от этих спороцистов. Дальше образуется рейдия. Рейдия выходит наружу и превращается в такую личинку-циркарию, которая в водной среде плавает. У нее есть хвост, с помощью которого она мощно крутит и передвигается в локомоторный орган. Помимо этого, хвост еще является и органом спасания веществ. Очень полезная вещь, но при проникновении в хозяина, в своего окончательного хозяина, обычно это происходит через покровы тела. И вот эта циркария личинка, она как только проникает в своего окончательного хозяина, она теряет свой хвост и дальше превращается во взрослую особь. Такие взрослые особи, которые в целом дальше образуются в самую самку, которые существуют вместе. А почему чаще всего страдают этим жители Азии, которые занимаются выращиванием лица? В воде, да. Хорошо, в воде, но даже если они в воде, то есть человек может ими заразиться. Но нужно так, чтобы человек еще и яйца тоже куда-то отдал. То есть проблема в том, что часто на этих рисовых порядках люди не просто заражаются этими паразитами, не просто в них проникают эти циркарии, часто они пока там работают, они, чтобы справлять свою нужду, они часто, извините, писают и какают прямо вот в эту же воду. И поэтому яйца из кишки или из мягчего пузыря выбрасываются на руки. То есть таким образом замыкается цикл. Жени, это чаще всего какие-то бедные страны, экономически бедные, поэтому у них не хватает даже средств, например, для резиновых сапог, которые бы довольно сильно исправили бы эту ситуацию. Поэтому паразит до сих пор существует, он, это очень нормальное заболевание. У всех вот этих азиатских странах паразит шестосом и называет болезнь шестосомоз. Помимо человека, есть и другие животные, которые страдают от паразитов, есть и беспозвоночные животные, которые заражают друг друга. Есть такие моллюски-паразиты, они паразитируют в иглокожих, как один из примеров. Другой из примеров есть такие кольчатые черви, они очень сильно видоизменяются, становятся у них практически незаметны признаки, потому что они были когда-то кольчатыми, они в виде пластинки с щетинками, и паразиты, они сидят снаружи, они являются эпопаразитами, они сидят на тоже в иглокожих, на морских лилиях, вот здесь вот показана морская лилия, на которых множество вот этих эпопаразитов, мезостамид. Это все разные варианты беспозвоночного животного. И теперь перейдем, давайте, к тканевым паразитам, которые питают внутри, например, соединительные ткани. И очень такая известная паразита, ришта. Это тоже относится к круглым червям. Жизненный цикл у нее довольно простой, завязан с водой. Дело в том, что взрослый особи обитает в подкожей средней ткани человека, и человек часто чувствует некий жуткий зуд, прям как ожоги, и он идет к воде, он думает, что он в воде как-то немножко сбавит вот это чувство жжения, что он как-то ослабит это чувство жжения, и подходит к воде. И в этот момент взрослые санки активно начинают выделять яйца, откладывают яйца. Яйца выходят наружу, и дальше их съедают такие вот кослоногие рачки. Циклопы не их съедают, и дальше человек может ими заразиться, выпив грязную воду, содержащуюся вот этих циклопов. Таким вот образом осуществляется весь жизненный цикл. Что интересно в этой риште, то, что можно лечиться препаратами. Есть такой древний способ лечения, древние целители, наверное, самые первые врачи, которые появились вообще на всем планете, они появились в Индии, и они с помощью такой деревянной палочки вытаскивали вот этих червей. То есть они делали сначала небольшую ранку, дальше брали палочку, и натягивали аккуратно вот этого взрослого червя на эту палочку. Нужно было это делать очень аккуратно и медленно, потому что черви могут легко порваться, а если вы порвете, то потом вы их уже не сможете снова намотать. Довольно сложный, тяжелый процесс, и не все люди могли ими владеть, поэтому были особенно ценные специалисты. И еще здесь могу вам добавить, что вот этот знак, который все думают, что это некий зеленый знак аптеки, на самом деле он появился именно от той самой палочки, которая натягивает эту ришту, наматывает. То есть это знак первых врачей, которые появились вообще в земле. Еще из вариантов каких-то полостных внутренних паразитов, это те, которые питают в крови. Вы знаете, многие из вас жгутиков простейших, под трибоносом, они вызывают заболевание, как сонная болезнь. Дальше давайте расскажем о таких вот паразитах, которые бывают и внутриклеток. Я вам говорила о том, что они паразиты могут где угодно, в любых полостях, тканях и внутриклеток. И есть такой хороший пример с внутриклеточными паразитами, это те, какие есть нематоды паразитические. То есть хозяином являются паразитами, это одноклеточные простейшие, это такие морские бензинные организмы, которые умеют строить домики, и внутри них паразитируют многоклеточные организмы. И несколько слов о тех паразитах, которые являются эктопаразитами, то есть паразитирующиеся на внешней стороне, на поверхности, на эпидермисе хозяина. Тут есть такая треходина, она паразитирует часто в разных позвоночных и безпозвоночных. Она может встречаться на рыбах, на гидрах. Кто-то из вас наверняка знает, по гидру видел ее. Выглядит она, это треходина, это инфузория. Знаете, все инфузории туфель, которая содержит огромное количество ресничек и передвигается за счет этих ресничек. Теходина, как и все ресничные, инфузории также имеют целый круг из этих ресничек, которыми она создает токи воды и может подгонять себе питательные какие-то вещества. Из многоклеточных, которые питаются наружу среди, есть интересный такой моногетический сосальщик. Он живет на жабрах рыб, кратковых сосев разных рыб. И интересно то, что вот здесь показана картинка, вот у него есть прикрепительный орган, мощная такая прикрепительная пластинка с ремножистами ключа, поэтому он крепко зацепляется своими крючами за жабры. Интересно то, что этот геродактилис, у него есть сочередование плавых и патронетических способов размножения. То есть внутри материнской особи из одного яйца образуется дочерний особь. Дальше из этой дочерней особи, пока она еще не вышла наружу, пока она еще внутри материнского организма, появляется внучатая особь. И пока дочерний нучатый все еще внутри взрослого организма, из этой внучатой образуется правнучатый особь. И все это как матрешка, все внутри материнского организма. Потом материнский организм отрождает эту дочернюю особь, которая внутри есть правнучатая и внучатая. И дальше в нем образуется новое, в ходе полового процесса в них образуется новое яйцо, содержащее дочернюю особь. Дальше опять из дочерней особи про внучатые и внучатые, и таким вот образом отрождается дочерний особь, содержащий себе внучатые и про внучатые особи. Есть еще из объекта паразитов такие веслоногие рачки, которые, если вы будете смотреть на паразитов, вы вряд ли скажете, что это вообще относится к ракообразным. Они, только если перевернете его на обратную сторону, на внутреннюю сторону, на брюшную сторону, и увидите, у него есть конечности, как у всех ракообразных. И у него имеются такие вот присоски, которые у нормальной ракообразной имеют контент, а вот этого ракообразного преобразует такие огромные присоски, которые прикрепляются к чешуе, к рыбе. Еще такой интересный паразит, который обитает уже на жабрах, рыб. Внешне вы никогда не догадаетесь, к какому типу живот он относится. То есть это внешне, даже нельзя сказать, что это червяк. Вот у него есть первый отдел, второй отдел и есть два лицевых мешка огромных. Если вы начнете, ученые проследят его развитие, и они увидят его личинку. А личинка у него нуклеальная, которая характерна всем ракообразным животным. То есть только по личиночной стадии можно узнать, что вот этот организм является ракообразным, которое внешне взрослого совершенно не похоже. То есть в ходе своего паразитизма, в ходе этого эволюционного приспособления паразит очень сильно изменился и потерял облик нормального ракообразования. Бывают такие паразиты, которые являются факультативными паразитами. То есть одновременно они могут, в принципе, существовать и в одноземной среде. Могут такие есть кубы и червяк, которые живут в растениях и, в принципе, они не паразитируют и никому не мешают. Но иногда они переходят и к обязательному паразитизму. Также с этим обязательным и факультативным паразитизмом является дизентерийная амёба. Вообще, в принципе, внутренних амёб в кишке человека встречается множество разных. Многие из них являются сибиотами очень полезными, хорошими. Но иногда встречается дизентерийная амёба. Она является факультативным паразитом. То есть она не всегда вызывает какие-то болезненные ощущения. Она может сменять разные формы. То есть пока она находится в кишечнике организма, она может быть в просвете. Она у неё специальная просветная форма. Может она переходить внутрь ткани. Например, она просто выникает в стенку кишки. И дальше из этой стенки кишки она может через кровь распространиться по разным органам. В печени, в лёгкой. И таким образом она станет уже апатогенной, станет опасным паразитом. То есть только этот особь взрослый организм, который пока он находится в просвете, он не опасен. Но если он переходит внутрь ткани, он становится петогеном и опасным. Называет дизентерию. Может, в принципе... Ну, дизентерия — это привание, в котором вы чувствуете теколиты. А в лучшем случае у вас может... Человек может прорвать головной мозг. ... ... ...